Следующая пара фальчика, как и тема, это Алексей Валович, руководитель мастерской пресс-релизор. Пожалуйста, Алексей Валович. Будьте добры, дарные господа, постараюсь максимально сжат дайвером. На своем докладу я решил предпоставить графический гиграф «Будьте добры, в 2-й стадии». Многим известна эта картинка. В центре изображен реальный снимок. Два солдата боят третьего раненого. Если смотреть с точки зрения зала, то на левом снимке, откадрированном специальным образом, человека раненого добивают или готовятся убить. На правом, в крайнем снимке, того же самого человека, будет готовить по своему жизни поддерживать его. В принципе, все, что мы видим в фурналистике, особенно в период информационных ум, оно графически раскладывается на эти три картины. И одна сторона, информационное проявление, старается показать правую картину по своей аудитории, другая сторона – веку. А объективную картину, по-другому, не хочется показывать никто. Я достаточно хорошо в интернете пытаюсь найти определение понятия «информационная война». Честно скажу, очень трудное занятие, потому что одни относят этот термин сугубо к военной среде, другие – межгосударственные, понимают, что то, что происходит с Украиной, это информационная война, а все остальное – это не информационная война. Есть понимание такое, что информационные войны ведутся только в киберпространстве, то есть для дос-атаки и прочие вещи. Встретил даже такое замечательное определение, что как термин «не военный», «не кем, кроме журналистов», информационная война не используется. Тем не менее, моя богатая практика «журналистик и пиар» показывает, что это вполне себе естественное явление, имеющее в нашей жизни очень широкое распространение. Поэтому я взял на себя смелость, будьте добры, третий слайд, и дать собственное определение, что же такое информационная война. Современная информационная война – это бизнес-процесс, целью которого является получение либо сохранение тех или иных материальных или нематериальных активов, причем эта цель не достигнута или не может быть достигнута без информирования определенного общественного мнения при помощи средств массовой коммуникации. Вот это определение, я сугнательно не стал его чуть-чуть расширять, оно на 90% говорит о реальной информационной войне, с которой мы сталкиваемся в бытку. 10% я добавлю только вам по секрету. В настоящей информационной войне либо одна сторона, либо все стороны конфликта нарушают закон или существующие морально-этические нормы в обязательном порядке. И это делает любую ситуацию, которую вам предложили, на оценку, что это конкуренция или информационная война, абсолютно точно квалифицировать, если есть нарушение закона информационной войны. С любой стороны. Хоть справа, не подсказать. Средства массовой информации, конечно, широко используются для введения информационных войн, но одни из издетов массовой информации, как газетами, журналами, телевидения, уже никто не обходится. Информационная война очень активно используется. Социальные сети, приемные, хорошо известные методы пропаганды, листовки расплеенные в подъездах, если война локализуется, подъездом журналоватома и так далее, и так далее. То есть все средства хороши в информационной войне. Поэтому я бы настаивал, что все-таки не средства массовой информации, а средства массовой коммуникации. Поэтому такое вот референие. Кстати, тут очень много говорили о журналистах и пиарщиках, буквально недавно попалась статья, рассказывающая о ситуации в США. Там сейчас на одного журналиста приходится 6 пиарщиков. И зарплата пиарщика в среднем на 20-40% выше, чем у журналиста. Это общемировая тенденция, и отстоять журналистику как договору, как профессию, можно только профессионально. В том числе и продвижение этой профессии, то есть зажить на добро процентов. Информационно я вам конкретизирую следующий слайд. Пожалуйста. В нескольких ситуациях. Например, управляющая компания в сфере ЖПК приходит на рынок, молодая компания, заплатить аудиторию, жилые дома и, соответственно, средства пропитания. Законными способами она не может, она начинает провоцировать и лить грязь на существующие управляющие компании. Находится группа недовольных в доме или формируется недовольным. Начинаются собрания. То есть с этим мы сталкиваемся очень часто. И средства массовой информации о этой ситуации обладается, что в таком-то доме негодяй, в прогрении и так далее, и так далее, и так далее. Это все это ретранслируется и очень зачастую происходит нормальный элитарский заплат. Одна из всех применений информационных войн – это разрешенные заплаты. Нередко одной из здоровых информационных войн выступают юридические или физические лица, а второй – органы государственной или муниципальной области. Причем как судебная, так и исполнительная власть, любой вид власти может быть одной из сторон конфликта, и не всегда правы. В спорте, в конкурентной борьбе между регионами везде можно найти элементы информационных войн, но те самые 10%, которые я добавлял устно к определениям, они лишь информационная война или конкуренция. Четвертый слайд? Четвертый. Локализация информационной войны. Здесь достаточно все просто. Война может быть локальной, максимально широкой локализацией, то есть от одного-два рана или микрорайона города до масштаба страны, и война может быть глобальной, когда выплескиваются эмоции на международную территорию. Ну, у нас, например, полноценное информационное военное дело блогера Сергея Никаянина зовут, потому что там не было заказчика, она велась не по правилам информационной войны, соответственно, была проекрена. Но тем не менее, это дело имеет элемент информационной войны, оно выплеснулось на международную аренду. Объект информационной войны в российской практике, это всегда общественное мнение определенного круга лица, ограниченных либо территориально, либо корпоративно. То есть если война идет против конкретного предприятия, то коллектив является объектом воздействия. И вторая категория, это люди, общественное мнение людей, которые принимают решения. То есть это может быть руководство региона, города, страны, это может быть политическая или экономическая элита, но люди, от которых зависит принятие решений. Особый такой элемент, информационный элемент, в котором сверкнули несколько слов, это информационная облада. Когда против предприятия, организации ведется информационная война или просто военно-выживание, и ничего о ней не пишется в СМИ, люди хотят возмутиться, или предприниматели хотят привлечь общественное внимание к своей проблеме, обращаются в СМИ, и отвечают отказом даже на публикацию доплатных материалов в газетах. Я знаю такой случай простой. Недавно был, когда компания отбирала его действующие, отбирали землю, она понадобилась моей под свои цели. Нет в СМИ, куда они обращались, не стала опубликовать их информацию даже на обладательство. Никто не хотел ссориться с областями. Тем не менее, с действиями пиара цель была достигнута, СМИ о ситуации заговорили, и стороны, которые несколько лет сидели, в конце концов привелись в коробку добровольного соглашения. Кстати, вот по опыту моих наблюдений, а я бы не мог участия, наверное, в двух трех десятках информационных волн, в бизнес-среди, международных. В пае, когда вы имеете между собой бизнес и бизнес, наступательную агрессивную позицию занимает, обычно, неправая сторона. То есть райдер приходит, который хочет забрать артиф, и он является инициатурой информационной войны. В Париже бизнес и власть, или человек и власть, видов у гражданина. Обычно та сторона, которая считает себя ущевленной, наступает. То есть власть, нужно защищаться, информационная война задевает обиженная страна. Тут такое любопытное наблюдение. Защищаться в информационных войнах власть очень часто не имеет, к сожалению. И не обладает необходимым набором инструментов, чтобы эффективно вести информационные войны. Тут был вопрос о умолчании. Власть обычно занимает, я уже немножко слежу, базильцу страуса. Спрятала голову в песок, и овоз само рассосился. Не всегда так. Цель информационной войны следующий слайд, пожалуйста. Как следующее, с приведенного уже определения, прежде всего, получение какого-то актива, он может быть нематериальным, а где полноцветное кресло, препятствование кому-то пройти по власти или занять крестную руку. У меня тоже на памяти была ситуация, когда против действующего руководителя общественной организации, предпринимателей, началась информационная война с целью его смещения. Грамотное вмешательство тут же привело к восстановлению статуса Хвоя, и всего-то потом ушел сам. Но он как-то захотел, то есть через несколько месяцев, или какие-то месяцев даже, а через год сейшем. Тогда ему надоело работать. Сейчас все сворачиваю, сворачиваюсь. Еще один маленький момент, который важен. Информационная война может вестись не за что-то, а для воспрепятствования создания какого-то актива, строительства завода, особенно опасного, как водоэкологически, вырубка, химик, стерлеса и так далее. Информационная война может идти против. Ну, в принципе, в субъекте понятно, что могут выступать сам инициатор или агрессор, жертва, в которой ведется информационная война, солдаты, так называемые, ведущие информационную войну, там будут быть и журналисты, и листы, и пьящики, и просто люди, переключенные со стороны бизнесов на... Взрывной волной заделаны. И четвертое, это тема, что вовлекает информационную войну, помимо их желаний, например, студентный процесс идет, рассматривается совершенно сторонний иск, но там задействованы интересы кого-то из участников информационной войны, и эта информация используется, подается.